Это мое пожелание для вас, дорогие братья и сестры. Вы сегодня сделали очень важный шаг в своей духовной жизни. Мы знаем, что каждый из вас в свое время сказал Господу, Господи, прости меня, грешника, прости меня, грешницу. Это был первый шаг в Божью семью, церковь, которая сегодня вас окружает. Сегодня вы стали частью этой церкви. И вы знаете, это не только ваша личная радость, но это и радость всей церкви. Потому что, когда в семье прибавляется ребенок, это большая радость для папы и мамы. Не правда ли, родители? Не правда ли, родители? Да, что-то вот так, похоже, что не очень. Но я понимаю. Но для вас, как уже совершившись этот акт веры, когда вы сказали, что вы хотите служить Господу, наступает особое время. Это время, которое, я бы сказал, не очень простое время. Потому что жизнь христианина – это не жизнь по широкой дороге, ни по хайвею, ни по фривею. Это тропинка, которая ведет вверх. Это в самом деле тропинки. Она часто раньше, вот в те времена, когда мы испытывали большое давление атеизма, мы пели такую песню «Мой путь, как других, не усыпан цветами, душистые розы на нем не растут». Ну, я сейчас уже забыл, как там дальше. Старое поколение помнит этот гимн. Вот. И он в самом деле не усыпан цветами. Цветы и розы и награды будут на небе. Сегодня вы начали вот этот путь следования за Господом как члены церкви. И я хочу оставить вам на память место священного писания с 1 Петра, 5 главы, 10-11 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам досовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Аминь. Смотрите, апостол Павел обращается, Петр, извиняюсь, обращается к церкви и говорит о том, что Бог же всякой благодати. То есть Бог имеет благодать. Благодать – это то, что мы не заслужили. То, что для того, чтобы получить вот эту благодать, мы ничего не сделали. Благодать – это та незаслуженная милость, которую Бог проявил каждому человеку, каждому христианину, который стал в его семье. То есть это к вам. Вы ничего не сделали, вы не могли сделать ничего для своего спасения. Господь постучал в ваше сердце, и слава Богу, оно оказалось чутким к тому, чтобы ответить. И я сегодня хочу сказать большое-большое-большое спасибо вашим родителям. Дорогие родители, спасибо вам. Спасибо за то, что вы воспитали своих детей христианами. Это такая радость. Это такая радость. Потому что часть наших детей сегодня погибают. Погибают. Умирают. Умирают неверующими. Спасибо вам, что вы научили их молиться, что вы научили их поиску Господню, что сегодня ваши неустанные молитвы и спросьб стали молитвами благодарности. Но молитесь дальше своих детей, потому что жизнь их только начинается. Жизнь, христианская жизнь, она не будет простой. Когда Христос совершил крещение, написано, он постился 40 дней, и там, в пустыне, он был искушаем от дьявола. Обычно так бывает. После крещения появляются большие искушения. Дьявол начинает, он не хочет, чтобы вы ему не принадлежали. Господь не принадлежит. Господь отобрал вас от него. Мы все принадлежали ему. Но сегодня вы принадлежите самому великому, самому могущественному, самому прекрасному, самому доброму, любовь которого безгранична. Сегодня вы принадлежите ему. И он вас держит крепко в своей руке. Он никогда... Вы никогда не погибнете. Никогда. До тех пор, пока вы не скажете, спасибо, я сама или я сам. Вот тогда вы в опасности. И поэтому Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе. Впереди у вас слава. Впереди у вас прекрасное будущее. Будущее без конца. Будущее во славе с Господом. Но для того, чтобы оказаться в этой славе, нужно быть совершенными. Да, соверши. То есть, сделать совершенными. В английском языке это perfect. Или безупречными. Without rebu. То есть, это то, что он хочет видеть. Или unblameable. То есть, вот законченными. Completed. Вот он хочет вас видеть такими. Он хочет, чтобы вы были совершенными людьми в вашем хождении. Чтобы ваши слова были наполнены только благодатью. Чтобы никакое княлое слово, как апостол Павел говорит, не исходило из уст ваших, а только доброе для назидания. И это есть вот элемент совершенства. Только то, что прославляет Господа. Я желаю вам от всей души. Мы все желаем вам от всей души. Да, сад делает непоколебимыми. Извиняюсь. Да, утвердит вас. То есть, укрепит. Сделает вас способными противостоять искушениями. Вот это утверждение, оно на Христе. Оно не может быть на чем-либо другом. Если вы будете вникать в Писание. Мы с вами усердно учили священное Писание на наших классах. Но я очень хочу, чтобы это желание вникать, оно продолжалось. Чтобы вы могли продолжать вникать в Писание. Потому что Писание – это основа вашей веры. Потому что в Писании вы видите Бога. В Писании вы видите Иисуса Христа. В Писании вы видите Церковь. В Писании вы видите себя в Боге. В Писании вы себя видите вне Бога. И это все говорит Писание, потому что это Слово Божие оставила нам для того, чтобы мы могли здесь жить жизнью победы. Утвердит, укрепит. Сделает способными противостоять всем вот этим вот искушениям, которые придут в вашей жизни, а их очень много. Сегодня мир развратный, сегодня, даже если вы не хотите, он в глаза к вам лезет, особенно ребятам. Искушений очень много, разных искушений. И мы знаем, и он так и говорит, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, вот не есть от Бога, но от мира сего. И дальше он говорит, и мир проходит, и похоть его. А что, братья и сестры? А слово Божие пребывает вовек. То есть вот то слово, о котором мы сегодня вам говорим, которое будет помогать вам, досаделы непоколебимыми. Я хочу прочитать вам одну выдержку, перед тем, как закончу. Это сказал Рик Ворон в одной из своих проповедей. Он сказал так. «Может казаться, что враг побеждает, но Иисус Господь, Он Господин, Он, Он властелин. Люди могут препятствовать вам или бороться против вас, но Иисус Господь...» Извиняюсь. «Может прийти мысль, что вы больше не в силах противостоять, но Иисус Господь...» Ваши проблемы могут казаться слишком большими, чтобы справиться с ними, но Иисус Господь, Он знает, как помочь вам. «Обстоятельства могут обратиться против вас, люди могут препятствовать вам или бороться против вас, но Иисус Господь...» Никакой человек не может противостоять Господу, да? Произносите эти слова, когда вы удручены. «Иисус Господь». Когда вы устали, когда вы обеспокоены или напуганы. «Иисус Господь». Говорите это, когда кажется, что следующее поприще уже не пройти. Когда кажется, что уже нет никакого выхода, да? Говорите это, когда вы в горе и не знаете, почему. Почему умер вам близкий человек или еще что-либо? Помните Иисус Господь. Сделайте это мотивом вашей жизни. И именно это значит быть христианином. Я желаю вам быть христианами в этом контексте. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, милосердный Отец Небесный, я прошу Тебя благослови это короткое слово. И благослови нашу молодежь, которая сегодня слышала это, и всю церковь. Пусть Тебе будет за это слава наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог наш, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, призываю Твое святое благословение на Олега. Благодарю Тебя, Господи, что Он сделал этот решительный шаг. И теперь Он дитя Твое, и Он член Твоей большой-большой семьи. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил Его своим особым духовным благословением в небесах. Чтобы благодать Твоя отныне была на Нем. Чтобы Ты, Господи, Дух Святой, мог вести Его по жизни, и чтобы Он был твердым в своей вере. Благослови, Господи, чтобы те дары, которые Ты даешь Ему, чтобы Он мог употребить для славы Твоей в церкви Твоей. Тебе за все слава, Тебе хвала, Тебе поклонение, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи Иисус, честь Тебе, хвала и поклонение за нашего брата Даника, Господи. Сегодня Он сделал пред всем народом и пред Тобой, Господи, обещание доброй совести. И Он, Господи, верует Тебя, Он дитет Твое, Господи. И мы верим, что Дух Святой уже живет в Нем. И мы просим, благослови Его, Господи, в Его новой духовной жизни, чтобы Он руководствовался Духом, Господи. Благослови, чтобы те дары, которые Ты Ему уже подарил, Господи, Он мог использовать, прославляя имя Твое, служа близким, служа церкви Твое. Благослови Его в жизни всегда выбирать Твои пути, которые прославляют Тебя. Благослови Его, Господи, устрой Его жизнь так, чтобы Он мог быть Твоим служителем. Честь Тебе, хвала и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог наш, мы прославляем Тебя, великого нашего Спасителя, за Твою любовь, за Твою благодать и милость, которую Ты обильно излил на все человечество. Мы Тебе благодарны за то, что Ты основал Церковь, за то, что Ты ее взращиваешь. Мы Тебе благодарны за то, что Ты ежедневно прилагаешь спасаемых в Церкви. И сегодня Тебе мы особо благодарны за новых наших братьев и сестер. И сейчас я Тебе благодарен, Господь, за Иммануила, за то, что Ты его спас, за то, что Ты нашел его в этом мире, искупил, омыл, очистил, осветил, посадил с собой на небесах, дал вечную жизнь и вечное наследство. Слава Тебе! Слава Тебе за сегодняшний день, за эту возможность, которую он имел, засвидетельствовать всем вокруг о той вере, которую Ты ему дал, о тех изменениях, кардинальных изменениях, которые произошли в его жизни. Мы славим Тебя, Господь! И призываем Твоего благословения на его жизнь. Господь, благослови его личную жизнь, благослови его в работе, в учебе, благослови его в служении, Господь. И пусть он будет благословением для окружающих. Господь, я Тебя прошу, благослови его больше и больше познавать Тебя через Слово Твое, через взаимоотношения с Тобой. Углубляться, укореняться, утверждаться в вере, в познании Тебя, в Слове Твоем, Господь. чтобы Он был ярким светильником в этом мире, там, где Он находится, чтобы через Него люди видели Тебя, видели, что Ты Его Господин, что Его жизнь полна Твоих благословений, и Его ожидает прекрасное будущее, Господь. Чтобы Его жизнь была свидетельством, которое привлекает людей к Тебе. Во имя Иисуса Христа просим, благослови Иммануила, наш Бог. Аминь. Аминь. Отец мой Небесный, я благодарю Тебя, что Ты начал это дело спасения в жизни моего Сына. Благодарю Тебя. Да, слава Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты коснулся сердца Его. Я благодарю Тебя, что Ты увлек Его за собой. Слава Тебе. Пусть это будет не временный порыв сердца, но постоянный, твердо, на основании веры, который от Тебя. И пусть благодать Твоя, Господь, сопутствует Ему в познании Бога Вечного. И пусть решение сердца Его будет глубокое, отдать Тебе на служение на постоянное. Господи, чтоб Он не метался в мыслях, но был тверд в решениях следования за Христом. Славлю Тебя и благодарю Тебя. Я передаю Его в руки Твои, в руки пастыря, сильные Божьи руки. И за все прославляю Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя и прославляем Святое Имя, что и сегодня Ты прилагаешь спасаемых в церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за невидимую, могущественную работу Духа Святого по погружению новых членов в Тело Твое. Господь, мы благодарим Тебя, что превращение тела и созидание Твоего продолжается. И сейчас на руках молитву нанесем Тебе, Руслана, Господь. Молим, благослови Его. Пусть Дух Твой Святой обильный зальется на Его жизнь и служение. Господь, да будет Твоя защита и ограда над Ним. Да сопровождаешь Его, Господь, по жизни. Да дашь Ему мудрость принимать правильные решения под лицом Твоим. Господь, мы несем Его на руках Твоих, как Церковь Твоя, и передаем Его в Твои руки. Благослови, Господь, наполни, веди и управляй во имя Иисуса Христа. Молим об этом. Аминь. Я благодарен Тебе, Господь, за Анечку. Благодарен за то, что Ты могущественной рукой Своей совершаешь великое дело в ее жизни. Я благодарю, что она познала Тебя, что она вкусила, как Ты благ, что она уверовала в ту силу Твоей благодати, которую Ты излил на нее через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня молитва наша, как Церкви, о том, что Ты ее благословил в будущем, благословил ее в уверенности, что тот Бог, который начал в ней свое дело, ты будешь совершать это дело до дня явления Господа Иисуса Христа. Благослови ее в вере, чтобы она каждый день видела Твое присутствие, чтобы каждый день она осознавала, что Ты Духом Святым присутствуешь и ведешь ее, чтобы она была уверена, что с Тобой она все превозможит, потому что Ты есть Господин ее жизни, ее начала, ее будущей. Благослови ее, чтобы она была славой имени Твоему и в школе, и там, где она будет обитать, чтобы она никогда не забыла, что она Твоя собственность, она Тебе принадлежит. И да возвеличится и прославится имя Твое в жизни ее. Мы просим этого имя Сына Твоего, а нашего Спасителя и Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, на руках молитвы несем Илью. Мы просим Твоего Отцовского благословения, чтобы Ты излил благодать и силу Духа Твоего Святого на Него, чтобы отныне и на протяжении всей своей жизни Он был не только верующим человеком, христианином, но чтобы Он был и служителем Тебе. И мы призываем Твое Святое благословение, чтобы Ты облег Его силой свыше, чтобы Ты проявил в Нем свои дары, чтобы Он мог служить Тебе, Господи, чтобы через Его служение, через Его жизнь еще многие могли прийти к Тебе и познать Тебя, Бога Спасителя Своего. Как некогда Моисей благословлял сынов Израилю, так и мы благословляем Его именем Твоим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит Господь на Тебя светлым лицом и помилует Тебя. Да обратит Господь свое лицо на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за нашего брата Рубима, Господи. Ты явил благодать Твою и дал Ему живую веру, Господи. И Он пришел к Тебе и принял Тебя как своего личного спасителя. Сегодня Он дитё Твое. Сегодня Он, Господи, Тот, которым живет Дух Святой. И сегодня, Господи, Он Твой слуга, Твой раб и Твой сын. Благослови Его, Господи. Ты, как обещал в Писании, Господи, Ты даешь каждому свои дары. И Ты ему дал свои дары. И мы просим, благослови Его в жизни, в служении, в церкви, в общении. Благослови Его, когда Он будет устраивать и свою личную жизнь, и свою работу, и другие вопросы жизни, чтобы Он это строил в соответствии с тем обещанием, которое Он дал Тебе. Благослови Его, Господи, в жизни здоровьем, и силой, и мудростью, Господи. И благослови, чтобы Он мог проявить те дарования, которые Ты подарил Ему. Честь Тебе, хвала и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь, мы также Тебе благодарны за Давида, за то, что Ты его спас, за то, что Ты его сделал своим дитем, и он сегодня стоит здесь, как свидетельство Твоей верности, Твоей любви, Твоей милости и благодати, Господь. Мы Тебе благодарны за то, что сегодня он присоединился к Твоей церкви, Господь, за то, что он стал членом поместной церкви, за то, что Ты его благословляешь, за то, что Ты наделил его дарами, Господь, и мы просим, благослови всю его жизнь. Господь, благослови его дома, в учебе, в работе, Господь, благослови его в его взаимоотношениях с друзьями, с людьми, с которыми он сталкивается, чтобы они в нем видели Тебя. Благослови его познавать Тебя, благослови ему расти в взаимоотношениях с Тобой. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты могущественно действовал через его жизнь, чтобы через дары, которыми Ты его наделил, когда он будет их использовать, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь назидалась, чтобы люди познавали Тебя через это. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Просим Твоей охраны и защиты, и верим в Твои обетования, которые Ты дал. Слава Тебе, наш Бог. Аминь. Мы благодарим Тебя, наш Господь, что Ты коснулся сердца Лилии, и она отдала себя Тебе, Господи. Благодарим Тебя, что Ты возродил ее. Кровью Христа омыл ее. Благодарим Тебя. Ты приготовил действительно дары духовные. Благослови ее этими дарами и исполни ее, чтобы жизнь ее была для Твоей славы, чтобы имя Иисуса было прославлено через ее жизнь во всех сферах ее жизни. Пусть Твое благословение почует на ней всегда в течение всех дней ее жизни. Сколько Ты дашь ей. Имем Господа мы благословляем ее. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господи, на руках молитвы несем Тебе, Сашу, нашу дорогую сестру. Она сегодня пообещала Тебе добрую совесть, заключая завет с Тобой. Она пообещала быть верной Тебе до конца дней своей жизни. Но мы знаем, Господь, что сатана нападает на души, особенно молодых людей. И мы молим Тебя, наполни Духом Твоим святым и излей на нее Твою силу, Господь, Твою власть, как дитя Твоего, противостоять всем искушениям, побеждать все нападки дьявольские. Господь, мы несем к Тебе и передаем ее в Твои пастырские руки, чтобы Ты благословил ее в ее жизни, отделил особой мудростью, познанием Тебя, Господь, чтобы она могла принимать правильные решения пред лицом Твоим, чтобы она могла исполнить это обещание, которое она дала пред лицом Твоим и пред лицом Церкви. Благослови ее во имя Иисуса Христа, молим об этом. Аминь. Хорошо. Мы приготовили сертификаты о крещении, и я хочу еще раз сказать вам, дорогие мои братья и сестры. Вы знаете, повесьте его у себя, где его чаще всего увидите. Ну, не на холодильник, конечно, где-нибудь поприличнее место. И оно будет вам напоминать о том, что вы сказали Господу. Я просто уверен, что иногда, когда тяжело, когда трудно, а когда ты смотришь, что ты вот когда-то дал обещание Богу, это помогает. Но я думаю, что сначала мы вручим цветы. Вот и там цветы приготовили, да? Пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Да ладно. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно. Хорошо. Ну, а теперь вручаем сертификаты тоже. Может музыка играть. Это просто приятно. Даниил Матушко. Эммануил Величко. Ты не торопись. Саша Усенко. Лилия Манько. Анна Куликовская. Олег Кравченко. Владимир Горбунов. Рубим Горбунов. Илья Путь. Давид Спиридонов. Руслан Ерин. Мы рады, что сегодня вы стали членами нашей большой семьи. Пусть Господь вас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь на свои места. Удивительная милость, необъятная любовь. Не греха душа, комиласть, и устала такой. Танцовала одиноко, возвышала голос мой, Без единого упрёка вдруг явился ей святой. Сердце серое, отрилило, воспевая вновь спевла, Удивительная милость, неопрятная любовь. Удивительная милость, неопрятная любовь. То был я несчастный гречный, но настал однажды день. Белоснежные одежды, Иисус и дядей. Наступило играванье, распахнулось небо шир. Это был день покаяния и спасения души. Сердце серое, отрилило, воспевая вновь спевла, Удивительная милость, неопрятная любовь. Удивительная милость, неопрятная любовь. Приветствую вас, церковь. Сейчас мы будем совершать материальное служение, служить Богу теми финансами, которые Он нас благословил. И я вначале хотел бы поделиться немного тем словом, которое дал мне Господь. Знаете, несколько дней тому назад я сидел, готовился, размышлял о мужском служении, читал разную литературу, смотрел. И знаете, что-то произошло в тот момент. Все начало славаться у меня в голове, как пазл, знаете, как это все будет работать. И я почувствовал такую близость Бога. Я почувствовал, что Бог что-то хочет мне сказать. Знаете, я начал молиться, начали, Господи, говори со мной, я слушаю тебя, Господи. Знаете, было такое ощущение, что я почувствовал, что Бог разговаривает со мной, Бог открывается мне. И у него он сказал мне такую фразу, говорит, Тимофей, ты богат. Знаете, я вначале подумал, ну окей, богатся, когда мы часто говорим, мы говорим о материальном служении, о том, что связано с этим миром. Но затем я начинаю слышать дальше, и слышу, что Господь вдохновляет дальше, и говорит, но ты богат не так, как богаты люди этого мира. Ты богат тем, что ты являешься моим сыном, и я являюсь твоим Богом. Господь начал говорить мне, говорит о том, что то, чем Он наделил меня, и наделил каждого из нас, это великое благословение, и люди этого мира это называют чудом. И знаете, я почувствовал, что мне нужно пойти говорить людям, и говорить о том, что пора переставать продавать свою жизнь за чечевичную похлебку, как продал, когда ты иссачал свое первородство. Пора посвятить свою жизнь, посвящаться свою жизнь больше и больше тому, что вечное, то, что пойдет с нами на небеса. Знаете, я долго молился, я в тот момент ходил, долго молился, и я чувствовал, что Бог больше и больше сильнее говорит мне об этом. Знаете, я начал понимать, что богатство, я понимал об этом, но еще, знаете, еще раз покрепился в этом, что богатство – это не состояние кошелька, а богатство – это то, насколько ты общаешься с Богом, насколько близок ты с Богом. Богатство – это не то, что материальное, а то, что возьмешь с собой на небеса. Знаете, интересно, я начал читать, смотреть информацию даже в интернете, и там была одна такая интересная статья, и там было написано, это не христиане писали, но там было написано объяснение слова «богатство» в русском языке. И они говорили о том, что первоначально слово «богатство» не имело никакого отношения к деньгам, к материальному. Богатством считался тот, в ком много Бога, и в ком сильно божественное начало. В том, кто мало Бога, тот беден, и его ждет беда. У кого, и знаете, интересно, что так получается, и знаете, я начал читать Писание, я смотрю, и мне просто Бог открывает места, и знаете, как красным таким горят в моих глазах. Я читаю послание к Ефесянам, и там написано «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочи пред Ним в любви, предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению силы своей». Знаете, в другом переводе говорит так, что Он предназначил нас через Иисуса Христа сделать нас сыновьями, сделать нас своими детьми. Знаете, на самом деле, и мы понимаем об этом, что это великое богатство, когда мы можем жить с Христом, когда мы являемся новым народом, новым народом, призванным, поставленным эту землю, чтобы освящать эту землю. Люди, общаясь с нами, когда они будут видеть Христа, потому что мы освящаемся через общение с Христом. Знаете, в русском выражении говорят, что вот человек богатой души пошел, у него богатая, широкая такая душа. Знаете, это возможно только, когда человек общается с Богом, когда он постоянно переживает какие-то встречи с Богом. И знаете, я начал думать о том, что было предыдущее со мной в последний месяц, какие встречи, какие переживания. И у меня была встреча, интересная такая встреча, я просто удивился, почему Бог так повел. У меня была бизнес-встреча с одним человеком, с инвестором. Я пришел, мы должны были разговаривать о финансах, о деньгах. Этот человек приехал с Мексики, у него большая компания там, несколько заводов. Он приехал, завод открывает в Канаде, открывает завод в Америке. И я начинаю с ним разговаривать о финансах, и вдруг начинает меняться наш разговор. Начинает меняться разговор, и он начинает говорить мне о Христе. Он начинает мне говорить о том, что, знаешь, мир этот удивительный, когда мы живем со Христом. Говорит, да, у меня все это из богатства есть, но он там в стороне. Но вот послушай, что я тебе хочу рассказать. Человек мексиканец, он приехал год назад в Америку. За год он выучил английский язык. Он хорошо разговаривает на английском языке, грамотно, красиво. Знаете, разговаривает местами Священного Писания. Говорит, я английский язык учил по Библии. Он говорит, места Писания заученными. Знаешь, заученные Писания, он говорит, рассказывает мне. Я смотрю, у меня глаза открываются. Я думаю, что мы уедем в Мексику, а мексиканцы приезжают к нам сюда проповедовать. Я его слушаю, и он начинает больше и больше говорить. Я заезжал на эту встречу, у меня встреча должна была быть полчаса. Мы просидели 4 часа. 4 часа мы разговаривали, общались, и с нами был один еще человек, который мой знакомый, который неверующий. И он знает, говорит, слушай, я хочу ходить в церковь. Я хочу ходить в церковь. Я ему позвонил в воскресенье, он пошел в церковь американскую. Он говорит, да я после церкви с семьей пришел. Просит того, что была такая встреча, потому что человек был богатый тем, что он общался с Богом. Он не говорил о финансовом, он не говорил о материальном. Он говорил о том, что он живет Богом, что его жизнь с Богом. Опять же, может, о том человеке, скажу, он год назад приехал в Америку, ходит в американскую церковь. Он уже начал проводить группу там для того, чтобы заниматься с мужчинами, для того, чтобы помогать мужчинам, принять свое предназначение. Знаете, так удивительно это было, все складывалось так. Я хочу сказать о том, что на самом деле Библия говорит о том, что наше настоящее богатство – это богатство в Боге. Я хотел прочитать 1-е послание к Тимофею, 6-я глава, 17-19 стих. «Богатым в нашем веке увещевай». Знаете, слово «увещевай» переводится как «призывай, проси, ободряй, вдохновляй, чтобы эти люди менялись, для того, чтобы они достигали какого-то нового уровня». Вот увещевай, помогай этим людям, чтобы они понимали, не думали высоко о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все, обильно для наслаждения. Чтобы они благодействовали, богатели добрыми делами, были щедрые и общительные, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Апостол призывает к этому, он говорит о том, что, обращается к богатым людям, он показывает о том, что есть что-то удивительное, не то, что материально здесь, на земле, но то, что вечно. Влажь в себя в вечное, посвящай себя вечному. И тогда, на самом деле, тогда все, что происходит в мире, оно не будет влиять на тебя, твои мысли не будут посвящены тому, что окружает тебя, твои мысли будут посвящены тому небесному вечному, что ты с тобой возьмешься навсегда. Что с тобой придет на небеса? Жизнь на земле 70, 80, 90, 100. А то нас ожидает вечность. Вечность в богатстве Христовом, вечности в силе Христовом, в жизни Христовом. Понимаете, мы здесь на земле чуть-чуть переживаем эти встречи с Богом, чуть-чуть соприкасаемся с Богом, но там мы будем постоянно вместе с Ним. И все, что мы можем с тобой взять, это наши добрые дела, наши дела, наше служение, которое мы совершаем здесь на земле. Знаете, несколько путей, которые помогут нам осознать, что такое истинное богатство и открыть наше предназначение. Для того, чтобы нам понимать это, нам нужно посвящать больше и больше времени, изучая и общаясь со Христом, изучая Христа, читать Писание, слушать проповеди, общаться с людьми, которые знают Христа, общаться с людьми теми, которые общаются с Богом. И чем мы больше это будем делать, тем больше разговаривать о Христе, чем больше будем познавать Христа, тем больше будем знать и тем мы будем понимать, кем мы стали во Христе, какое благословение мы имеем во Христе. Разговаривать с Богом, разговаривать с Богом в молитве, постоянно общаться с Ним, прорвать в общение с Ним. Знаете, что Бог будет разговаривать с нами в ответ. Мы будем научиться слышать голос Божий. Мы научимся поступать так, как Бог говорит нам поступать. Нам нужно доверять божественным обетованиям, то, что Бог оставил нам в Писании. Мы должны верить в то, что это исполнится, и знать, что это исполнится. И это будет давать нам силу в жизни. И мы должны служить Богу. Бог каждому из нас, тех, кто принял Христа, дает духовный дар. Духовный дар, который не имеет люди этого мира. Это что-то необыкновенное, чудесное. И люди, которые встречаются с нами, они будут называться, что это чудо. Написано, ибо мы его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначен нам исполнять. Также написано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему сказано, вошедшим в высоту, пленил плен и дал дары человекам. Мы получили от Бога эти божественные дары. И самое важное, чтобы мы понимали и всегда помнили о том, что Бог говорит нам. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Давайте, братья и сестры, искать этого, пребывать в этом, вдохновлять и помогать друг другу становиться ближе к Богу, познавать Бога, освящать и освящаться общением с Богом. Сейчас мы будем молиться об этом, молиться о благословении и благодарить Богу о том, что Он нас благословил финансами. Сейчас мы будем служить тем, что Бог нам даровал, для того, чтобы имя Его прославлялось на земле. Чтобы больше и больше людей познавали истину Божию, чтобы больше и больше людей понимали, что есть богатство, истинное богатство на этой земле. Аминь. Помолимся. Господь, слава тому, что Ты нас любишь, Господь. Слава тому, что Ты благословляешь нас и сделал нас Своими детьми, Господь. Слава тому, что Ты дал нам, Господи, духовное возрождение, что мы стали, Господи, новым творением. Слава тому, что нам дал, Господи, духовные дары. Господь, слава тому, что дал нам церковь, Господь, собрание людей, которые поддерживают друг друга, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам искать лица Твоего, открывайся с нами, разговаривай с нами, общайся с нами, вдохновляй нас, Господи. И вот сейчас, Господь, мы будем совершать это служение, которое Ты нам дал, Господи. Ты даешь нам возможность служить Тебе тем, что мы имеем, Господь, нашими финансами, Господь. Я прошу Тебя, благослови и вдохнови, и дай нам понимание, сколько мы должны жертвовать, Господь, сколько мы должны отдавать Тебе, Господь. И помоги нам понимать, что все, что мы делаем, мы делаем во славу имени Твоего, Господь. Благослови людей, которые присутствовали сегодня, Господи. Благослови, Господи, это служение. Слава тебе за все и хвала. Аминь. Благослови, Господи, это служение. Снега стал и ты. Храни святое обияние. Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание. Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание. Ты как ребенок вышел из воды. Стопа твоя земли не ощущает. Затомы притяжения славы. Тогда любовь любовью наполняет. Снега стал и ты. Храни святое обияние. Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание. Не пачкай этой красоты. Не пачкай этой красоты. Примите это пожелание. Снега стал и ты. Храни святое обияние. Не пачкай этой красоты. Не пачкай этой красоты. Снега стал и ты. Храни святое обияние. Примите это пожелание. Примите это пожелание. Примите это пожелание. Примите это пожелание. Пле Teаре. Примите это песни. Примите это пожелание. Боже, 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 Б Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И одиннадцатый стих. Итак, я ли, другие апостолы ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Апостол Павел вынужден был в своем письме Кариневской церкви напомнить им Евангелие, которое он проповедовал, находясь там. И говоря о сущности, о главной идее Евангелия, он говорит, что, во-первых, эту весть я принял лично и пережил это все на себе, а затем возвестил эту весть вам. И вы приняли эту весть и утвердились в этой вести. Я проповедовал это Евангелие, и другие апостолы прочитали мы с вами, также проповедовали точно эту же самую весть. И вы уверовали в нее. Главной евангельской вестью, вестью, которая была проповедана, вестью, которая затронула сердца Коринфян, вестью, которая затронула наши с вами сердца, является смерть и воскресение Иисуса Христа. Не так ли? В послании к римлянам апостол Павел разъясняет, как вот евангельская весть, как вот главная идея евангельской вести, это центральная мысль, она воздействует на наши с вами жизни. Что происходит с нами, когда мы заключаем завет с Господом через водное крещение? Я не знаю, как вы, но сегодня там на озере, когда я наблюдал за всем происходящим, я вспомнил, как я крещение принимал. У всех разные условия были. Я помню себя молодым человеком в 78-м году. Давно это было. И мы точно так же прошли классы по основам учения. И когда мы перед церковью стояли, нас представили церковь, и церковь одобрила наше крещение, пресвитер сказал, ходите на собрание, будьте в церкви постоянно. И вот однажды после вечернего собрания, он говорит, ты задержись, пожалуйста. Ну, мало ли, какие вопросы могут быть пресвитера. Я задержался. Он спрашивает, ты готов крещение принимать? Я говорю, когда? Сейчас. Я говорю, готов. И осталось нас несколько человек, и он уже потихоньку сказал водителям двух машин, чтобы они задержались. А дьякон уже принес, потихоньку дьякону было сказано, чтобы он принес халаты. И мы взяли эти халаты, и потихоньку вечером поехали на Кубань. И там я принял крещение. А затем вернулись в дом дьякона, и впервые я участвовал в вечере. 25 августа 1978 года. Давно это было, но пролетело быстро время. И сегодня, стоя на озере, я думаю, какие счастливые сегодня наши молодежь, что могут вот так открыто перед всеми вступать в завет с Господом и открыто заявлять о своей вере. А мы такой возможности не имели. Потому что тех, кто совершал и преподавал крещение, просто арестовывали и отправляли. Кого на год, кого на три. И вот вспоминая эти события, мне еще раз захотелось поговорить с вами о том, перед тем, как мы помолимся, что же является крещение для нас с вами. Крещение во имя Иисуса Христа. Что это? Апостол Павел пишет в 5 стихе, в 6 главе послания к римлянам. «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Крещение во имя Иисуса Христа – это соединение. Это наше соединение с Господом. В Его смерти и в Его воскресении. И далее мы читаем с вами в 6 стихе, пишет апостол Павел. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Крещение во имя Иисуса Христа – это освобождение. Освобождение от греховного тела. Это освобождение от рабства греху. Крещение во имя Иисуса Христа – что это? Крещение во имя Иисуса Христа, читаем мы с вами, это начало новой жизни. Жизни, которая теперь принадлежит Богу. Жизни, которая теперь наполнена новыми ценностями, новыми приоритетами, новым отношением к жизни. Это жизнь оправданного грешника, свободного от власти греха. Это освобождение от чувства во вины, которое мы носили в себе. Это освобождение от страха смерти, находясь под которым мы были подвержены рабству. И все это совершается там, в крещении, когда мы соединяемся с Господом, когда мы приобретаем это чудесное освобождение, тогда, когда наступает начало новой жизни. Последствия крещения. Последствия крещения – это, как я уже сказал, новая жизнь, особая жизнь, праведная жизнь. Смотрите, мы читаем стихи в этой же главе, стихи 17-18. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Праведная жизнь, новая жизнь. Следствием крещения, следствием соединения с Господом, следствием освобождения является то воздаяние, которое мы получаем от Господа. «Каков конец праведной жизни?» 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть» 23 стих, «а дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Сегодня люди бьются над тем, чтобы продлить свою жизнь здесь, на земле. Сегодня многие те, кто не имеют в своем сердце уверенности в спасении, они страшатся ожидания смерти. Они живут под этим гнетом. Но благодарение Богу, что сегодня мы являемся свободными людьми, свободными от этого страха. Глаза открыты в вечность, и мы видим и знаем, что ожидает нас с вами. Встреча с Господом. Почему? Потому что чувство вины Господь забрал, когда возложил это все на себя, вместе с нашими грехами и беззакониями, с нашей прошлой жизнью. И тогда, когда Он воскрес из мертвых, как апостол Павел свидетельствовал и благовествовал, и как мы приняли с вами эту благую весть, Он воскрес из мертвых. И вместе с Ним через соединение при крещении мы также имеем это славное воскресенье, чудесную победу, вечную жизнь в Иисусе Христе, нашем Господе. Вы знаете, есть такое выражение, здесь ходит freedom is not free. Свобода, она не бесплатна. И ту свободу, которую Бог дал нам, она была оплачена им сполна. И Он принес эту плату пред Богом Отцом, святым, праведным, и сказал, «Отец, вот цена, которую ты пожелал, что была уплачена за всех людей». И Он вошел со своей кровью, написанно. И Он принес себя в жертву, жертву милостивления. Вы знаете, тогда, когда апостол Павел писал, кем Христос был и то положение, которое он занимал, и кем Он стал, оно для нас уже ну как-то стирает свое значение. Потому что, когда он писал, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. А иногда в нашей жизни случается, что нас смиряют. Иногда смиряют даже незаслуженно. Бывает так, мы в этом мире живем. А в нашем сердце обида и такая мысль, вот если бы и я мог бы избежать этой ситуации. А Христос наперед знал, еще на небе в Божьем Совете Бог хотел сказать, есть только одна возможность совершить спасение этих людей, чтобы церковь, невеста твоя, она получила жизнь, получила свое начало. Ты должен принять это тело, ты должен прийти, ты должен пройти весь этот путь и отдать себя в жертву. И Священное Писание говорит нам, что Он принял это решение и так и написано, сейду исполнить волю Твою, Божию. Пророк Исаия описывая переживание, которое переживал Иисус Христос, он писал, Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как анет пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Сегодня утром я нашел свидетельство одного человека, он доктор медицины. И вот у него возникло желание, как специалист уже в области медицины, зная человека, начиная от Гефсимании и до последнего вздоха Иисуса Христа здесь на земле, пройти этот путь с Ним и оценить как медик, как специалист, что переживал Иисус Христос на каждом этапе начинает Гефсимании. И он написал это. И откровенно вам скажу, что я был ну очень впечатлен. Это такое описание, как будто бы я присутствовал там и наблюдал своими глазами, но вместе с тем, что я понял для себя. Я думал, приду, и обязательно проповедую, поделюсь с вами. И я понял, что я не смогу это сделать. Не смогу это сделать так, чтобы это затронуло ваши сердца, как затронуло мое сердце. И поэтому мне хотелось, чтобы Бог Духом Святым просто каждого из нас, кто находится в этом зале, кто смотрит, может быть, там через интернет наше служение, чтобы Бог Духом Святым повел каждого из нас на Голгофу, и когда будет совершаться вечеря Господня, мы с вами просто сказали, Господь, помоги мне пережить все это, помоги мне понять, ощутить, что явилось для тебя мое спасение, мое соединение с тобой, мое освобождение, праведная жизнь, которую ты мне подарил, освобождение от чувства вины, принятие в свою Божью семью, вечность открыта для меня, что стоило это для тебя, помоги пережить мне это. Порой мы страдаем, изнемогаем в наших страданиях, но послание к евреям в 12 главе автор пишет, давая совет как пожелание, как помощь для страждущих, для переживающих, для переносящих страдания, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь в ваших страданиях, переживаниях и не слабеть душами вашими. Я хотел бы закончить сейчас, потому что и так сегодня был такой насыщенный день, начиная с 9 часов там на озере. Но мне хотелось, чтобы этот день был в памяти и мы могли бы просто пред Господом еще вспоминать и брать какие-то уроки для себя. Мне хотелось, чтобы сейчас в молитвы мы пошли и проделали этот путь вместе со Христом на Голгофу, и тогда, когда будем совершать вечерю Господню, мы уже стояли там. Мы пели такой гимн раньше «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят». О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. И вот сегодняшний день мне хотелось, чтобы вот наше участие в вечере Господней, оно было вот этим состоянием, состоянием нашего внутреннего человека. Пойдем перед ним, склонимся перед ним, смиримся перед ним и вознесем ему славу, потому что он достоин. Аминь. Давайте встанем, молимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за чудесный торжественный день, который Ты подарил нам, Церкви Твоей, детям Твоим. Мы сегодня были свидетелями, как присоединялись души к Церкви Твоей, Господь. эту невидимую духовную работу, которую Ты до сегодняшнего дня совершаешь с силою могущественной. Ты когда-то присоединил нас к телу Твоему, к Церкви Твоей. И мы благодарим Тебя, Господь, что наполняет Духом Твоим Святым. Ты вел нас по этой жизни, учил, наставлял, оберегал, поддерживал, укреплял, являя милость Свою и проявляя Свою великую любовь. Мы благодарим Тебя, Господь, что открыл для нас вечность, открыл небо и ожидаешь этой встречи с нами, а мы ожидаем этой встречи с Тобой, Господь. Мы просим Тебя еще раз за молодых людей, которые вступили в завет с Тобой, благослови их и веди их по этой жизни, помоги им устоять против всех искушений дьявола. Господь, мы молим Тебя сегодня, когда мы будем совершать вечерю, вспоминая Твои страдания и возвещая их этим действием. Господь, помоги просто проникнуться и увидеть Тебя, нашего Господа и Спасителя, страдающего за нас, умирающего за нас и воскресшего за нас. Господь, мы благодарны Тебе и прославляем Тебя, потому что Ты достоин, Ты достоин, Господь, принять честь, славу и поклонение. Аминь. Тайная вечеря, Тайная вечеря, Просторная горница собрав учеников, Он вспоминает трудно, и ты видна, Проистошедшие по глубине века, И чтоб я была в нюх век сокрыта, Семь, вон, преладим, сказав, славу и поклонение. И заповеды этой нету равной, и чашу нам славу сказал, славу и поклонение. И тайная вечеря, тайная вечеря, тайная вечеря. Господь в предчувствии, огонь и креста, Заботился вечерю утверждая, И мы, участвуя в сраданиях Христа, Его святое царство ожидаем. Мы ощущаем в наших лучах и сделок, Его присутствие от сердца веря, И наша вера, пусть проявится в тело, И станет явно тайная вечеря, Тайная вечеря, Тайная вечеря. И во всепор уже прошло две тысячи лет, И церковь во всепесто вспоминает, Святую заповедь, Небою призабеет, О новой жизни всем напоминает. О год за годом будет, Господа служит, И исполнять ее не перестанет. До дня, Когда с Христом на небе Виска вершинет. Тайная вечеря, Ярный с вами, Тайная вечеря, Тайная вечеря. Тайная вечеря, Тайная вечеря. Тайная вечеря. У Христа Христова Мир течет великой, Благодать и Слово Всем дает покой. Там душа больная, Горьки слез не льет, Благодать и Слово Христа всплывает, Всякий грех и плет. С Христа струилось, Смиренья кровь, Благодать и Слово Мир она нам сила Побеждать врагов. Смех не стугает, Не перчуть реком, Боже, Сын спасает На пути земном. землю оставляя, Позвешу к тому, Чья рука святая Разгоняет тьму. В небесах сложу я Суги Романа, Вище даже злу я, Я прибуду там. Смех не стуя Смех не стуя. Продолжение следует...